Приветствую вас. Есть тонкая грань между тем, что вы, к примеру, делать не хотите, и тем, что вы откладываете то, что хотите. То есть некая грань между этими вещами двумя есть. Именно поэтому так важно разобраться досконально, с чем конкретно мы имеем дело. То есть что и с чем мы имеем дело. Вот. Иными словами, да, если отвечать на ваш вопрос прям совсем как бы просто, то нужно делать анализ в вашей жизни, анализ вашего жизненного пути и соответственно разбираться, когда возникла эта вот эта ситуация, с чего она возникла, как давно она у вас возникла, были ли так, например, всегда, не было ли так всегда и так далее. Да? То есть вот то, что вы написали, это по факту, это просто следствие и не более того. Да? Вот. С другой стороны, уже сейчас можно сказать, что вы себя вините и вам стыдно. Обвинение и стыд вполне возможно могут быть элементами вторичной выгоды. То есть вы можете все это делать для того, чтобы лишний раз себя пообвинять, лишний раз себя поругать и соответственно, поругав себя, пообвиняв себя, вы получаете тот самый заряд внимания, тот самый заряд любви, энергии, возможности, которые вам нужен. То есть у всего, что человек делает, есть вторичная выгода. И у того, что делаете вы, есть своя выгода тоже. Поэтому я полагаю, что начинать нужно в том числе и с этой самой выгоды. Начинать нужно в том числе и вот с того, зачем вам, для чего вам, вот то, что вы делаете. Да? То есть как бы, какую вам это несёт выгоду. Далее. Объективно получается, что достаточно многие вещи, вот достаточно многие вещи, вы делаете через силу. И нужно разобраться. Вы это действительно делаете через силу? Или вы хотите чего, да? Например, хотите работать, хотите позвонить, что-то ещё. Но не делаете этого, например, по причине, допустим, того, что боитесь. К примеру. Это очень важный момент. Это два разных, два разных момента. Понимаете? Прокрастинация, на мой взгляд, является синдромом. Это именно синдром. Это не заболевание, это не причина, это не болезнь, да, это не состояние, это именно синдром. За ним может стоять абсолютно всё что угодно. Лень! По сути, тоже самое. Ну, с некоторыми оговорками сейчас не будем углубляться в это. Ну вот. Соответственно, есть ведь вещи, которые вы делаете легко. для реализации которых вам не нужно, например, напрягаться, для реализации которых вам не нужно себя там пересиливать, к примеру, и так далее. Такие вещи есть. А то, что касается другого чего-то, всё у вас уже возникает это вот состояние. Ну так вот, и давайте поразмыслим. А чем для вас отличаются эти вещи? То есть, чем для вас, ну как бы, разница между тем, что вы делаете, да, просто так, и тем, что вы делаете через силу? А, какая, как бы, ну, субъективная сторона данного процесса? То есть, что, в чем различие? Вот. Понимаете, какая штука? Это вот нужно разбирать. Это вот нужно смотреть, и где-то вот там, где-то вот там, на стыке, на стыке этих двух разновидностей, активности, и будет понятно, что и как, почему, по какой причине с вами происходит. И всё. Может быть вам требуется отдых, вы слишком сильно себя загоняете, слишком много предъявляете к себе, например, каких-то требований. Может такое быть? По-моему. Может быть вы ориентируетесь исключительно, допустим, на мнение других людей, к примеру, опять, и игнорируете, собственно, то, что хочется вам. Может такое быть? Легко. Легко. Но что из этого конкретно? Ваше. Что из этого конкретно связано с вами? Знаете? Нет. А момент-то важный. И разобрать его, этот момент, мы можем только в том случае, если, допустим, с вами поработаем. Если, допустим, с вами всё как следует разберём, только в этом случае мы не будем увидеть основные, основные проблемы. Знаете, какая штука, какая штука. Ну, опять же, вот просто, подумайте, подумайте самое, подумайте самое. Вы договариваетесь на работу, ну, ехать на работу, грубо говоря, да? Вот. Вы договариваетесь ехать на работу. Ну, значит, вам, ну, как бы, ну, 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 нужно, да? Значит, вам нужно, вам нужно, я, ну, работать. Вот. К примеру. Вот. Знаешь это, знаешь это. Ну, если вы это знаете, но не делаете, значит, всё. Значит, здесь? Что-то не так? Значит, вы делаете что-то, вы делаете что-то такое, что не соответствует вашим желаниям. Что именно, что именно вы делаете? Ну, вы не разбираетесь. Нужно смотреть. Потому что, ну, как бы, как бы, объективно, да, непонятно, объективно, что может быть у вас, к примеру. Какие могут быть, там, допустим, проблемы у вас, к примеру. Мы этого не знаем. Но можно, 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 можно это поисследовать. Ну, если, если вы хотите этого, то есть я бы вам не рекомендовал бы спешить, да? Я рекомендовал бы вам спокойно обратиться, значит, к психологу. Теперь должны все приходить к психологу. Спокойно поработать с психологом. Вот. И, соответственно, после этого уже было бы ясно что и как у вас происходит, что и как нужно корректировать, вот. Понимаете? А так слепую говорить там, ну не знаю, какие-то вещи, ну это, на мой взгляд, что это не серьезно, не серьезно нам надо говорить такие вещи. Просто хочу, чтобы вы поняли, что если вы чего-то не делаете, да, если вы что-то от себя отдаляете, если вы, как бы условно говоря, да, если вы позволяете, если вы позволяете чему-то от себя отдаляться, то, значит нам это, ну, как бы, ну, нужно посылку поскольку, вот, к сожалению, к сожалению. Вот, примерно так. Примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вы для себя обязательно сделаете какие-то выводы. Я надеюсь, что вы выберете себе психолога и поработаете все-таки над собой и разберете. Потому что такие вещи нужно решать такие вещи, нужно разбирать такие вещи, нужно, действительно, такие вещи нужно скорректировать. Вот. Сами по себе они, к сожалению, не скорректируют. Вот. Но мне видится, вот, мне видится так, что вам в этом есть какая-то выгода. Вот. Мне видится так, что вы избегаете ответственности, плюс у вас есть, вот, значит, чувство вины. Вот. Сустровины, знаете ли, это тоже штука такая, как сказать, не, значит, ну, не случайно. Да, то есть это, ну, не случайно, не случайно вы чувствуете себя то, что чувствуете. Совершенно не случайно. Вот. И, соответственно, вероятно, вы вот стремитесь к этому чувству вины. Вот. Даже не осознавая возможности этого. Вот так. Если у вас, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать в личку, я буду рад помочь. Я понимаю, что он немного, немного вам ответил, возможно. Вот. Но, и вы поймите, что нужно больше информации о вас. Только тогда можно будет оказать именно реальную помощь, да, какие-то задания. Например, вот, у многих людей, которые испытывают проблемы с прокрастинастой, да, у них, например, есть сложности, скажем, в концентрированном. Вот. Им сложно. Ну, удерживать внимание, скажем так. Ну, я помню. Для этого нужно было понять, что у вас есть такая проблема. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.